Борислав осваивает мастерство покатушек. Борислав учится в седьмом классе, а еще признается, что если слышит имя Борислав, точно знает, обращаются к нему, потому что имя у Борислава редкое. Мама мальчика такой редкостью очень довольна, говорит, пусть не частая, зато предельно понятная. Борец за славу. Старшую девочку в семье, к слову, зовут Ярославой. Вы знаете, здесь история достаточно сложная. У нас Ярослава до трех лет была Катериной, а потом мы с папой детей решили, что, наверное, древние славянские имена все-таки нам ближе. И папа выбрал имя в именословии в славянском. Они с дочерью, причем без меня это делали, они с дочерью решили, что ее будут звать Ярослава. Две недели ее вот именно так звали мы в семье, а потом мне поставили перед фактом, идите меняйте имя. И имя девочки поменяли. Родители старались не моды ради, а комфорта для. Хотя, конечно, нельзя отрицать, что мода на старинные русские имена присутствует. Практически в любой песочнице сегодня вы легко обнаружите Луку, Анфису, Еремея. Юлиан, Ян, Трофим, Серафим, Симеон, Дементий, Кондратий, Борис. Ну, как вы видите, у нас так на старославянские имена немножко такой уклон у мальчиков в основном. Начальник Ленинского управления ЗАГС Елена Федорова говорит, что сегодня редкие имена уже не редкость. Но в фаворитах все ж Марии и Артемы. А если говорить о моде на имена вообще, то она насчитывает примерно лет сто. Прежде младенцев называли посвятцем. У молодого советского государства необходимость в крещении отпала. Родителям предоставили безграничные возможности. Но желание назвать чада так же, как соседа, примерно к годам 60-м, свело круг имен до невозможного минимума. Всех женщин и мужчин страны называли в пределах 50 имен. Тогда-то и появились первые справочники с именами. Населению кругозор надо было раздвинуть дальше, чем имена Светлана и Наталья. Сегодня ситуация возвращается на круги своя. Есть две самые распространенные практики в традиции русской церкви. Либо называть именем святого, который празднуется в день рождения или в день крещения, либо это какой-то любимый святой, и тогда именины просто находятся по календарю и крестят части этого святого. И все же родители отдают предпочтение, прежде всего, благозвучию имени. Вот и мама Борислава Ярослава ждет третьего малыша. Родители пока не признаются, каким будет имя, но заверяют – точно необычным. Нужно учитывать, какое у тебя самого имя, то бишь, какое будет отчество у ребенка. С моим именем вряд ли подойдет Иван Феликсович или Сергей Феликсович. Соответственно, имя немножко необычное. Но чем бы вы не руководствовались при выборе имени своему ребенку, вам важно помнить – с этим именем ему потом жить. Чтобы не ходить далеко за примером, мы решили обратиться к детскому психологу. Елена Юрьевна, скажите, пожалуйста, можно ли именем навредить ребенку? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Ведь не обязательно смеются над необычным именем. Бывает так, что почему-то ребенок вроде имя красивое, а носит как рубашку не по себе. И его тоже могут обзывать даже с простым именем. Поэтому… Что нужно делать? Если ребенок сам принимает свое имя, отторжения не будет. И изменение характера в какую-то худшую сторону тоже не произойдет. Больше имен красивых и разных психолог в свою очередь советует будущим родителям прислушиваться к малышу еще в утробе. Если повезет, то он сам подскажет, какое именно у него имя. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.